13 апреля 2014-го Хантер Байден отправил электронное письмо своему деловому партнеру в Бурисмо Дэвину Арчеру. Он отправил его за неделю до того, как его отец, вице-президент, полетел на Украину на встречу с премьер-министром. В письме Хантер Байден составил подробную памятку с почти двумя десятками пунктов о политической и стратегической ситуации на местах на Украине. Что сразу бросается в глаза, и Миранда Дивайн отметила это, прочитав все содержимое ноутбука, это то, что это электронное письмо не имеет никакого сходства ни с чем другим, что когда-либо писал Хантер Байден. На самом деле это звучало как нечто, подготовленное Госдепартаментом. Нет никаких сомнений в том, что Хантер Байден использовал секретные материалы при составлении этого электронного письма. Цитата. «Стратегическая ценность в создании сухопутного моста от России до Крыма», пишет он в одном месте. Обратите внимание, что он использует дипломатическую аббревиатуру для России, R.U., потому что он в теме. Итак, воля истеблишмента. Очень интересно. Может, стоит переписать некоторые документы с учетом этого? Типа «мы истеблишмент», да? Так было бы правильнее. Не накаркай! Не накаркай! Возможно, у нас скоро будет новая конституция, в которой прямо так и будет. Итак, воля истеблишмента — вот то, что защищает Байденов. Это действительно как бы делает всю картину по-настоящему рельефной. Потому что... Вот почему Байденов не расследуют за их зарубежные сделки. Потому что они действовали в качестве подставных лиц для этого аппарата. И проводили эту грандиозно спланированную внешнюю политику, направленную на развал России и обеспечение доступа к природным ресурсам. Это верно? Да. И помните, это Госдепартамент. ЦРУ — это грязная рука Госдепартамента. ЦРУ — это его грязная, поражённая гангрены рука. Гниющий от гангрены мозг — это Госдепартамент. Злой мегамозг во главе. И я знаю, что есть мема, люди говорят, что я похож на этого парня. Но они — мегамозг в плохом смысле. Но вот что я хочу сказать. Сам Джо Байден был председателем или высокопоставленным членом Сенатского комитета по международным отношениям. На протяжении 15 лет до того, как он стал вице-президентом и возглавил внешнюю политику Обамы в отношении Восточной Европы. И он был членом этого комитета в течение 40 лет. 40 лет надзор за Госдепартаментом осуществлял Джо Байден. И опять же, всякий раз, когда вы слышите «Государственный департамент», это означает ЦРУ и Министерство обороны, потому что они оба на самом деле заправляют всем. Но остановимся на ЦРУ. Он осуществлял надзор за Госдепартаментом, изнанкой которого является ЦРУ. Это что-то вроде кузена Сенатского комитета по разведке. Это работа на разведку. Джо Байден 40 лет руководил разведкой. Старшим братом ЦРУ руководил Джо Байден. Он мистер эстеблишмент. В Совете по международным отношениям его называли мистер внешняя политика. Просто напомню людям о следующем. Джо Байден в начале карьеры, когда ему было за 30, сказал перед камерой, что считает себя своего рода проституткой из-за тех услуг, которые ему приходится оказывать заинтересованным сторонам, чтобы выиграть переизбрание. И он был мистером внешняя политика, во главе Сенатского комитета по международным отношениям. Для кого он занимался проституцией? Это показывает его собственные слова, в смысле 1 плюс 1 равно 2. Этот парень сказал, что продается. Его работа — внешняя политика. Он продался внешнеполитическому эстеблишменту. Он делает их грязную работу. И он назначает своего чертового сына разносчиком пакетов для выполнения этой работы. И затем объявляется ЦРУ и защищает его сына от Министерства юстиции. И мы были тому свидетелями. Об этом были подробные репортажи. Но ЦРУ говорит, нельзя это трогать, не трогайте этого, не трогайте того. Парень, который совершает все эти таинственные платежи от имени Хантера Байдена, его нельзя трогать, нельзя расследовать. Мы блокируем это. И говоря о блокировании, говоря о блокировании, Майк, ты затронул кое-что, что, опять же, шокирует совесть. У нас есть эти телефонные звонки. И в последние часы пребывания Джо Байдена на посту вице-президента, когда обычно вы фотографируетесь со своими внуками, по крайней мере с теми, кого признаете, пишете красивые письма или, может быть, стихи о том времени, когда вы были вице-президентом, но Джо Байден сделал нечто очень странное. Он стал звонить Порошенко, сделал целую серию звонков, требуя закрытия некоторых банков, говоря о том, что нам нужно привести это место в порядок, прежде чем Трамп станет достаточно проинформирован, чтобы понять, что здесь происходит. Я хочу показать здесь этот короткий ролик, потому что в последнем ответе вы утверждаете, что весь аппарат истеблишмента мешал Трампу узнавать об этом. И это, по-видимому, является лучшим доказательством вашей правоты. Слушайте, мы очень-очень близки к тому, чего я не хотел бы. Я не хочу, чтобы Трамп оказался в положении, когда он думает, что вот-вот купится на политику, в результате которой финансовая система рухнет, а от него будут ждать вливания дополнительных денег в Украину. Вот как он будет думать об этом, прежде чем станет достаточно искушенным, чтобы узнать детали. Так что все, что вы можете сделать, чтобы подтолкнуть приватбанк к закрытию, чтобы получить кредит от МВФ, я бы со всем уважением предположил, что это критически важно для вашей экономической и физической безопасности. То есть он угрожает физической безопасности иностранного лидера. Но помимо этого, почему Джо Байден так потеет, столь неистово вмешиваясь в политику на Украине? И это в последние часы пребывания Джо Байдена на посту вице-президента, эти телефонные звонки. Да, потому что если бы Трамп узнал правду о том, насколько коррумпированной была Украина, какой экономической катастрофой это было, тогда политика, которую Трамп уже по сути проводил по фундаментальному пересмотру нашей позиции в отношении России и отмене политики Обамы 2014-2016 годов в отношении Украины и России могло показаться, что это убыточное дело и что деньги растрачиваются впустую, а Приватбанк — это гигантская выгребная яма для отмывания денег. Они, по сути, брали деньги у МВФ и просто раздавали их собственным начальникам. Кстати, знаете, эти украинские олигархи являются одними из крупнейших доноров истеблишмента. Виктор Пинчук, например, украинский олигарх, был крупнейшим донором глобального фонда Клинтонов и фактически начинал вместе с Джо Байденом и Эндрюсом Фогом Расмуссеном втроем. Он, Джо Байден и Эндрюс Фог Расмуссен, который возглавлял НАТО. С 2009 по 2014, первые пять лет администрации Обамы до аннексии Крыма. Итак, лично Джо Байден в 2018, на тот момент, даже не будучи политиком, после того, как был вице-президентом, еще даже не объявил о своем намерении баллотироваться. Он, глава НАТО и украинский олигарх Виктор Пинчук основали нечто под названием «Трансатлантическая комиссия по честности выборов», которая представляла собой, по сути, гигантскую цензурную коалицию, объединяющую заинтересованные стороны в США и НАТО с целью помешать выборам правых популистских партий в странах НАТО, которые выступали за восстановление отношений с Россией. Потому что, помните, большая часть политики Обамы с 2014 по 2016, политики Байдена с 2014 по 2016, заключалась в введении санкций против России в связи с аннексией Крыма. Они заставили Россию отрезать себе ногу и разорвать газовые сделки, которые заключались с Россией. Введя санкции в качестве наказания за оказание военной поддержки Крыму в отделении от Украины и присоединении к Российской Федерации. Так что, знаете, я также нахожу действительно интересным этот фрагмент о том, как МВФ закрывает банки, чтобы они могли добиться получения кредита у МВФ, потому что МВФ — это, по сути, Джордж Сорос. Он своего рода таран Международного валютного фонда. Одной из таких гангстерских организаций, действующих как мафия, где они предоставляют вам защиту, по сути, в виде краткосрочного кредита под высокие проценты, когда вы экономически нестабильны. Затем в качестве залога для погашения долга уходит вся ваша инфраструктура, все природные ресурсы, все государственные богатства в публичном владении. И в то время, когда была сделана эта запись, МВФ фактически стремился получить... Получение этого кредита фактически вынудило бы Украину продать заинтересованным сторонам в НАТО эти государственные активы, особенно компанию под названием «Нафтогаз», которая является государственной украинской газовой компанией, и которую Госдепартаменты ЦРУ, по сути, планировали поддерживать в качестве украинской версии «Газпрома». Она зарабатывала на транзите российского газа. Но если бы «Бурисма» смогла добыть достаточное количество сланцевого газа на Украине, как на Донбассе, так и в Черном море, они смогли бы сделать так, что «Нафтогаз» своими поставками составил бы конкуренцию «Газпрому». «Бурисма» была своего рода подразделением «Нафтогаза». «Бурисма» — это Хантер Байден и Коппер Блэк из ЦРУ. А «Нафтогаз» — это Джордж Сорос. Сорос ведет своего рода перетягивание каната с Владимиром Путиным за контроль над «Нафтогазом» уже почти 30 лет. А сделка с МВФ, если они не заплатят деньги МВФ, то она, по сути, будет продана на распродаже. И фактически этот процесс уже идет полным ходом. МВФ,